смыслом и образом своей жизни когда ко всему начинаешь подходить с научной точки зрения у тебя все получается в любых отраслях неважно чем ты занимаешься потому что наука это то что она позволяет добиться всего с наименьшими потерями с одной стороны с другой с наивысшим коэффициентом подходит такой и поэтому я все что я делаю людей я учу науку использовать жизнь вот в свое время один из моих учителей он сказал такую фразу которую потом переповторяли очень многие за ним по что формулы должны ожить эти формулы они должны ожить вот этот закон физики F равно M на A он должен живым стать его нужно научиться использовать во множестве вариантов в жизни и вот все если химические законы и биологические социологические психологические и духовные законы нужно все это соединить в единую то есть нужно научиться работать на стыке наук одновременно и в этом суть и тогда все интегрируется и наука интегрируется в жизнь и тогда как бы нет задач которые нельзя решить или замыслов которые нельзя реализовать вот так это выглядит а для того чтобы добиться определенных результатов которые бы позволили мне и моим людям достойно жить и многое сделать для общества в том числе чтобы у людей была какая-то альтернатива где им жить как бы если они хотят жить в том обществе в этом воючем я сейчас все живут чтобы была какая-то другая альтернатива чтобы они жить могли по ну как по-человечески то есть нельзя коммунизм сделать для всего народа украины но к какой-то части возможно я стараюсь как бы искать я ему как вы понимаете коммунизм это аллегория ну то есть по сути от каждого по способностям каждого по потребности да это социализм а коммунизм принцип коммунизм звучал по-другому звучал от каждого по возможностям и каждому по потребностям а социализм по труду да то есть от каждого по возможностям и каждому по труду да у нас сейчас есть люди которые ну они учатся трудиться но они не зарабатывают еще денег и мы их содержим ну как бы готовя новое поколение ученых новое поколение бизнесменов новое здесь мы как бы давно этим занимаемся для нас люди главный капитал я не знаю что может ценнее людей просто для меня нет больше ценности чем люди для ничего не имеет значения кроме людей мы это самое ценное что у меня есть потому что если нет людей все остальное это смешно ну вот представьте себе можно надувать щеки до бесконечности а потом сидеть в здании который купил когда-то 20 лет назад втроем за кем-то столом который не менялся уже там 10 лет и умничать говорите вот у нас пытали офис то есть по сути своей весь прикол заключается в том что на кого ты будешь операцию с кем ты в атаку пойдешь полководца нужна армия армия должна быть хорошо подготовлена классно обучена как бы великолепно экипирована и она должна быть способной любую задачу выполнить которые ей поставят и по сути то что говорили как говорил наполеон не хотите кормить свою армию будет кормить чужую то есть это факт в этом довести прикол это видим сейчас происходит ваша вот и как я думаю об этом какая у меня идея но мне наука нужна для того чтобы мои люди достойно жили это прежде всего а там буду я великим ученым оставлю я след в науке не оставлю я след в науке это такое уже второстепенное скажем прямо главное чтобы люди жили достойно в достойном обществе и были защищены от всего как бы и ну они чувствовали себя значимыми в обществе что от них что-то зависит они что-то могут сделать это важно чтобы каждый реализоваться мог чтобы каждый был удовлетворен своей жизнью вот это самое важное то есть это собственно мы вот будем вот а